Добрый день! Сегодня у нас две коробочки от компании Avet Eden. Они приехали в разное время, долго ждали своего часа, не доходили до них руки. Но все же время их пришло. Я их решил объединить, поскольку это очень похожие головоломки. Разница только в этих обозначениях. Здесь галочка стоит у 4х4х3 миксапа, а здесь черточка у 3х3х4 миксапа. И соответственно перед нами будут миксапы 4х4х3 и 3х3х4. На этой стороне у коробочки показана вся серия классических миксапов. Я их наконец-то собрал все. И вот они. Самый стандартный миксап 3х3х3, который еще с Оскаром сделан. Остальные миксапы Avet Eden уже считают, что разработал самостоятельно. 4х4х4. И вот два, которые приехали. Последние. Это 3х3х4. И 4х4х3. О них сегодня и побеседуем. Для тех, кто не видел мои предыдущие видео на эту тему, напомню, что миксап это не просто кубоиды. Это особый вид головоломок, на которых доступны некоторые другие движения. К примеру, на миксапе 3х3 из-за этих движений может возникнуть ОЛЛ паритет, как на 4х4. Также может возникнуть и ПЛЛ паритет. Смысл в том, что миксап позволяет менять центр и ребро местами. К примеру, мы можем сделать вот так и продолжить движение. В связи с чем, у нас меняются центры местами, ребра теряют свою ориентацию и возникают паритеты, как на 4х4. 3х3х3 это классическая версия классической серии. Есть еще серия плюс, у которой есть дополнительные элементы. У меня такой миксап пока только один. Я еще с ним пока не разобрался до конца. Ну, их также 4 штуки. То есть, по тем же самым параметрам. 3х3х3, 4х4х3 и так далее. Я еще подумаю, покупать ли остальные. Но классические у меня собраны все. Да, и решаются такие паритеты. Соответственно, не как в 4х4. Ну, вот на этой версии. Поскольку, ну, здесь нет 4х слоев. Можно решить. Либо как-нибудь. Вот так. Либо как на шейп-модах 3х3, типа фишер-клуб. Можно развернуть вот этот центр. Ну, какой-нибудь центр. И тогда... Вот сейчас нет паритета. Сделаем. Вот так. И паритет появился. Ну, один алгоритм удобен, когда нужно только одно ребро повернуть. А другой, когда... Ну, не важно сколько. То есть, не собранный верхний слой. Так что, можно решать по-разному. Я лично вот второй способ сам вывел. А первый, который я показал, уже умные люди подсказали. Ну, и для активного паритета есть тоже формулы, которые позволяют что-то решить. Оставим в таком виде. MixUp 3х3х3. Что было на 4х4х4? Да, в принципе, все то же самое. Но только возможность решить ОЛЛ паритет и ПЛЛ паритет, как на 4х4, поскольку здесь все есть для этого. То есть, мы можем делать средний слой. Как на четверки. И не использовать более трудоемкую формулу для MixUp. Вот мы решили. И причем, ну, если восстановить форму MixUp, а в данном случае он может ее очень сильно терять, вот так вот все перемешивать и дальше, то установится обычный 4х4, который собирать, наверное, не так же интересно. А собрать все эти ребра можно, ну, как в обычном 4х4, причем самым-самым методом для начинающих. То есть, по мне, наверное, MixUp 4х4х4 самый простой. Возможно, не самый быстрый, поскольку форму возвращать не так быстро. Ну, самый простой для понимания. То есть, можно вообще ничего не учить, лишь только вернуть формулу, а дальше собрать как четверку. Поэтому мне был интерес именно вот к этим. 3х3х4, 4х4х3. Один из них, по-моему, 3х3х4, купить было не так просто, и удалось только из официального магазина VitaDen его приобрести. Этот же был как-то более доступен. В своей сборке они чем-то похожи, и вот я их уже разок собрал. Ничего сложного, но чуть поинтереснее, чем 4х4х4 они собираются. Из-за чего? Ну, на каждом из них можно было бы, конечно, попробовать применить формулу пиво-паритета для 4х4. То есть, взять, но тут-то у нас нет второго слоя, двойного. И не получается. То же самое и здесь. Как бы здесь можно внутренний слой повернуть, а тут уже нет. Ну, если немножко подумать, можно вспомнить, что существует алгоритм внутренний слой 2 раза, 2 раза, и повторить R малое 2 раза, и паритет решается. То есть, можно вот этот трудоемкий миксаповский пиво-паритет и здесь также не использовать. Конечно, алгоритм не такой короткий, как на миксапе 4х4х4, но он имеет право на жизнь, и как бы он проще, чем миксаповский. То же самое и здесь. Здесь можно вращать вот эти вот средние слои, но как бы мы поменять сможем местами только два вот этих ребра, и здесь нужно будет немножко додумать. Вот, к примеру, у нас появился пиво-паритет на миксапе 3х3х4, и его нужно решить. Мы же можем, конечно, использовать формулу миксаповскую, либо поменять два вот этих ребра местами, используя форму, которую я так что показывал. Внутренний дважды U2, внутренний один раз U2, дважды U2, и повторяем. Внутренний дважды U2, один раз U2, и повторяем. То есть, вот мы поменяли вот эти два, а дальше стандартным алгоритмом для кубоида махнуть местами вот эти ребра, и заодно у нас поменяются вот эти. R2, U2, R2, U2, R2, U2. И получается, решается паритет, пиво-паритет и здесь. Ну, а пиво-паритет можно решать по-разному. То есть, можно использовать стандартную формулу из миксапа 3х3, она достаточно простая, не вызывает трудностей, можно, конечно, взять формулу из 4х4, она здесь тоже будет работать. То есть, можно развернуть вот это ребро, и потом, как в 3х3, получить вот такую вот ситуацию, и дальше, как в U2, решить, и мы получим нормальный крест. Ну, это то, что касается паритетов. Тут, в принципе, решений много, можно использовать любые, когда-нибудь я запишу отдельное обучающее видео по каждой головоломке из этой серии. Чем интереснее вот эти вот головоломки по сравнению с 4х4х4? Тем, что для того, чтобы собирать вот эти вот ребра, центры, когда они перемешаны, у нас нет ребер, на которые мы могли бы их менять. То есть, вот этот средний слой, мы должны его менять исключительно при помощи флипов. В 4х4 мы использовали этот алгоритм для сборки ребер. На самом деле, его можно использовать только для двух последних, а остальные собирать при помощи соседних, не собранных. То есть, здесь мы сдвигаем, делаем флип и задвигаем. Здесь же приходится на миксапе делать этот алгоритм всегда. В миксапе 4х4 можно было использовать техники от фрислайса. То есть, к примеру, чтобы собрать вот это желто-красное, можно было сдвинуть вот это собранное, заменить на несобранное. И отменить двиг, чтобы центры не разрушились. И таким образом можно собрать все и в конце выйти на один флип. Ну вот как здесь. Сделать потом флип. И это было удобно. Здесь же, для сборки 4х ребер и 4х центров, которые также нужно объединять, придется каждый раз использовать флип. Поскольку невозможно что-то вынести вверх и на это потом менять. Так как, если мы вынесем какое-нибудь двойное ребро вверх, мы его заменим на вот такое. И у нас повороты заблокируются. А, соответственно, мы уже ничего не сможем сделать. Соответственно, первым делом, при сборке миксапа 3х3х4, необходимо расположить вот эти все элементы на среднем слое да так, чтобы они еще вращались. К примеру, мы можем перемешать как-нибудь вот так вот. Да, и какой-нибудь из элементов развернуть. Для этого выдвинем, отправим наверх, повернем, вернем на место. В итоге у нас получится вот такая вот ситуация. Если вернуть, и она нам заблокирует все вращение. И можно до конца все вот это вот мешать, 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 мешать. Заедает, да? В сторону мешать. И получать какой-то вот такой вот чудо-юдо. И вот у нас замешанный миксап получился. Это тот, который 3х3х4, да. И среди слои сейчас не работают. Соответственно, для того, чтобы его собрать, нужно на вот этом хотя бы слое расположить двойные элементы таким образом, чтобы линия их разделения была постоянной. Чтобы можно было сдвигать. И это первая цель в сборке. После чего мы, конечно, при помощи тех же флипов объединяем как центры, так и ребра. То есть, как минимум 8 флипов надо будет сделать. Нет, даже 7. 8 элементов собрать двойных. 7 флипов должно хватить. Но здесь вот немножко подумать придется. Ну а дальше, как и обычный миксап, все собирается. Единственное, можно упростить пилл-паритет. Вот так. Все то же самое. На 4х4х3 принцип тот же. Но здесь можно часть элементов собрать тем же способом, что и на 4х4х4. То есть, ну как на фрислайсе, более простой заменой. Здесь также можно поинтереснее перемешать. Правда, вот эти вот желтенькие, беленькие элементы не сильно интересно перемешиваются. как-то не старайся. Как-то не старайся. У нас вот так есть. Вот. Максимум разнообразия, которого можно достичь. Но зато потом вот с этими их можно как-то помешать. Это мы размешали ребра. Теперь еще можно размешать ребра с центрами. Посмотрим, где это еще возможно. Вот здесь вот я развернул. Случайно вернем. Вот так вот на место. Теперь у нас так вращается. И соответственно можно делать вот так. Один слой сдвинуть. Помешать. Посмотреть, что у нас на этом слое. Ну здесь вот этот центр надо развернуть. Раз. Ребра хорошо. Вот этот центр разворачиваем. Так. Этот центр тоже. Ну вот. Все вращается. Ну и соответственно здесь тоже как-нибудь сдвинем. И еще повращаем. У нас уже все центры, все ребра сбились. Как только могли. Ну можем еще как обычный миксап 3х3. Вот так вот дальше можем мешать. Ну и вот таким оно становится. Соответственно, если мы сделаем здесь линию сдвига так, чтобы она работала, то для этого мы должны поменять центры местами. Например, вот с этим как менять центры. Как-нибудь. Вот так вот можно менять. развернуть вот так вот. Уже вот на этом слое можно работать. И часть ребер можно вот такой фрисфлайсовой заменой и собрать. Давайте два бело-оранжевых элемента соединились в одно ребро. И мы это сделали без флипа. Теперь просто ставим на место ребра, чтобы можно было поменять. И заменим вот на это не собранное. соответственно можно собирать дальше. Видим вот синие желтое. Причем неважно на каких местах стоят элементы. Вот мы видим зелено желтое само собралось. Но на месте центра передвигаем на место ребра и заменяем на какое-нибудь не собранное. миксап это достаточно сложные головоломки поэтому с ними надо поаккуратнее. Вот тут желтое синее собралось. Но с этой стороны у нас уже закончились те ребра которые не собраны. То есть эти два мы собрали а эти два целых. Поэтому возвращаемся и будем менять на какие-то вот здесь. К примеру вот зелено красное бело-красное нам пригодится. Вот вот это бело-зеленое ошибся. Это бело-зеленое соединяем и меняем на что-нибудь еще. Но что мы тут видим у нас остались только одни кривые ребра поменяем на кривое. Вот заменили теперь чтобы продолжать вращать нам придется вот это кривое ребро развернуть нехитрым способом и можно продолжить дальше какое-нибудь еще одно соберем ну-ка давайте центр соберем оранжевый центр так и вот так ставим на место ребра и заменяем где у нас вот на вот это так и вот на этом моменте отличие микса по 4 на 4 на 3 а 3 на 3 на 4 заканчивается хотя хотя еще вот эти надо собрать элементы в этом еще отличие теперь чтобы продолжать дальше мы разворачиваем вот этот элемент и возвращаемся тут все обращается и хорошо ну а дальше придется собирать уже как миксап 3 на 3 на 4 можно конечно сначала да надо было сначала этот центр собрать да я сейчас сделаю немножко не то и немножко разрушил починим хотя поменяем так и вот так и в принципе вот это оставшиеся ребра как целые можно решать я когда первый раз собирал в первую очередь собрал эти вот белые желтые центры и поставил их на места центров но сейчас вижу что этого можно было и не делать и это было бы даже проще то что они двигаются у нас немножко больше свободы и теперь для того чтобы собрать оставшиеся ребра мы будем использовать флип ну из 4 на 4 метода для начинающих видим вот белосиний вот белосиний элемент ну соответственно вот этот элемент подгоняем сюда к этому важно чтобы вот это стоял на месте ребра а не центра если он на месте центра то надо сюда сдвинуть здесь делаем флип выровняем верхнюю грань R' F R' F' R' ну и соответственно возвращаем вот нас собрался таких элементов нужно собрать 8 все я сейчас собирать не буду так вот видео не затягивать но смысл такой ну а дальше собирается как миксап 3 на 3 и за что белый аппаритет можно сделать проще в итоге у меня вся серия классических миксапов самых обычных и честно я не пожалел о том что купил их все да можно было без чего-то обойтись но в каждом из них есть какие-то свои небольшие особенности которые конечно не сильно усложняют головоломки но они достаточно интересные и возможно когда-нибудь я их очень хорошо перемешаю и сниму на видео как собираю их 4 подряд возможно делаю это на время посмотрим ну их надо немножко притереть пока очень плохо вращаются возможно какой-нибудь получится выполнить норматив который еще никто не делал и вряд ли кто-то будет повторять поскольку ну далеко не у всех есть в одних руках все 4 вида миксапа головоломки интересные не очень сложные и если вы не знакомы с миксапами то начать конечно нужно свое знакомство с миксапа 3х3х3 если вам понравится то можно брать какие-то другие хотя в то же время можно взять и миксап плюс который на порядок посложнее ну у него есть дополнительный элемент который нужно собирать такие вот головоломки они не новые как бы давно известные но не очень популярные не самые простые но и не чрезмерно сложные собирать можно собирать интересно главное аккуратно а на этом все всем спасибо всем пока